ну давай расскажем такой небольшой нюанс как бы вот тут мнение что все люди все нации там этносы да произошли от определенного одного там человека адама и евы да но на самом деле как бы произошли да и расселились по всему земному шару но на самом деле когда мы начинаем проверять человека разных этносов да ну там генными способами да там кровь брать и так далее мы находим очень много таких маркеров показывающих что люди созданные разными способами разные модели людей у нас получились в принципе внешним как бы похоже да все но есть внутри вот эти вот маркеры когда мы отличаемся у разных людей там по-разному колени стыкуются у некоторых людей вот мы смотрим наружу ли что вот у него видишь меченосного отростка вообще нету он даже впадину даже каких-то людей меченосный отросток очень острый такой длинный лакет он квадратный ухит он загнут наружу до лобная вот этот лобная кость да у некоторых людей она одна а уректор она разделена на две части то есть можно даже прощупать но у меня по крайней мере есть вот шов я могу прощупать интересница есть если мне тоже есть шов ваш шов где срослись кости да вот у каких-то людей копчик всего лишь из трех позвонков состоит в некоторых из пяти позвонков а у некоторых из семьи аж позвонков знать разница от семьи вот когда мы кровь сдаем есть специальная маркер когда раствор у крови раствор капают да и она меняет цвет она становится зеленоватость и синеватым некоторых снова остается красный красный синеватый таких людей например не берут донорскую кровь и так далее таких маркеров очень много говоря о том что все люди разные и видимо кто-то какие-то боги нас геномалифицирована создавали даже до сих пор создают где-то вот мы меняемся какие-то народы были созданы позже какие-то раньше но это к слову я говорю вот опять же вот смотрите тут просто такой нюанс зашел человек подозревал что у него вышло ребро да он делал упражнения какие-то дыхательные статические статическое напряжение да вот такого метода метод за нас называется упражнение где цепи вытягиваются ну моем случае я ладони противодействовал друг другу а ладно вот и он даже показал что тут ребра выходит да но анатомически это не ребро это вот на вот это вот косточки грузина да вот она такая у нее есть шишечка вот в этом месте по многих видео даже можете в себя ее прощупать у меня она тоже есть слабенькая конечно у тебя тоже щупался тоже убирает раму вот здесь есть это не ребро ребра крепится вот здесь на месте но что мы обнаружили вам обнаружили что у него есть связка прямо даже на чувствуете вот перекатывается который уходит вот туда куда-то подмышечную впадину она очень напряжена да то есть фактически хруст был не суставные да то есть не суставы этот корейский микрон отрыв связки был но может быть фасции тоже она тут же крепится да вся каждая мышца у нас она облечена заканчивается сухожилием да и она облечена фасцию которая была также крепится там же где сухожилие то есть эта проблема была но тоже проблема нас мануальных терапевтов да но просто мы должны воздействовать не на кости а на связке в данном случае то есть это массажами приемами разминаем эту связку размещаем ее растягиваем ее да все приемы хороши и вот помните на доске рисовал когда мы пережимали точки где 0 в середине проблема либо там где она крепится место крепления вот это место крепления находим сильно пережимаем не больно терпим терпим выдыхаем выдыхаем и резко отпускаем вот хлынувшая по ней кровь она вот эту пробку либо пробивает либо наполняет кровью и соответственно здесь идут благотворные процессы то есть быстрее рассасывается быстрее срастается все микронадрывы связках на самом деле очень часто особенно спортсмены особенно те кто с тяжестями работают они постоянно происходят это именно не разрыв а надрыв ну все еще чуть-чуть тресну порвалась чуть-чуть так что хруст и может быть и только в костях не только когда мы из сустава там выходит да у нас косточка когда у нас связка крепится до них отрываем получается который мы тоже слышим слышим феномен этого хруста только хруст другой не такой получается такой немножко так звучит чуть-чуть по-другому так это вот небольшие нюансы в нашей работе далее мы перейдем к вправлению грудного отдела позвоночника с переди со стороны как тогда когда человек лежит спиной на столе об этом следующем видеоролике